Здравствуйте, ребята! Посмотрите на это. Европарламент принял историческое решение для крипторынка, одобрив общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют. Это первое в истории официальное регулирование криптовалюты крупной юрисдикцией. И далеко не совпадение, что именно это предшествовало следующему заявлению. Французский банк Societe General, входящий в четверку крупнейших банков Франции, запускает Евростейблкоин. Это первый в мире официальный стейблкоин, запущенный на публичном блокчейне. Именно для этого в том числе и были приняты правила регулирования криптопространства в Евросоюзе. И стоит подчеркнуть, что публичный блокчейн, который использовал французский банк, это, конечно же, эфириум. Похоже, это первый стейблкоин, запущенный официальным банком на блокчейне эфириума. И очевидно, что не последний. Мы видим, что Евросоюз лидирует не только в регулировании искусственного интеллекта криптовалюты Web3.0, но также и в самих криптовалютах, которые поддерживаются крупными банками и государствами. Пока неизвестно, подтолкнет ли это Евросоюз к мировому господству, но то, что для США это плохие новости. Факт. Именно поэтому сейчас против Гэри Гэнслера настроено столько конгрессменов. Учитывая, что Евросейблкоин был запущен на публичном блокчейне эфириума, мы легко можем посмотреть его код. Соответственно, вот он. Французский цифровой евро. Это официальный институциональный Евросейблкоин, запущенный банком Сосетия Женераль. И называется он... И называется он Евро Коинвертибл. Соответственно, вот его публичный код. Я хочу показать тебе несколько очень интересных моментов, которые мы в нем нашли. Ведь, как ты понимаешь, те же функции будут внедряться и в ЦВЦБ, и не только в цифровой евро, но и в цифровой рубль, цифровой доллар, цифровой юань и так далее. Все функции этих ЦВЦБ будут абсолютно идентичны. Начнем с того, как именно работают транзакции в этом Евросейблкоине. Это очень интересно. Каждый перевод в этом стейбле должен быть одобрен отдельной транзакцией в эфириуме, которую отправляет сам банк. Простыми словами, ты запрашиваешь перевод в стейбле, а затем банк обрабатывает его и дает тебе одобрение в виде эфириум транзакции. То есть, фактически, они должны выполнять транзакции в блокчейне эфириума, чтобы обрабатывать твои платежи. Какие-то суперстранные костыли, которые, к тому же, ставят под сомнение безопасность всего этого. Ведь получается, что Центральный банк Франции можно будет дедосить. Однако в этом есть смысл. Они жертвуют эффективностью, чтобы подпадать под новые правила регулирования криптовалюты, которые Евросоюз принял буквально два дня назад. Но дальше еще интереснее. Новая цифровая валюта имеет две громкоговорящие функции. Первая. Первая. SmartCoin. Burn amount exists balance. Эта функция позволяет сжечь все ваши деньги одним кликом. Да, они просто берут и сжигают ваши деньги. И я подозреваю, что это не просто функция сжигания. Это также и способ контролировать предложение денег без выпуска облигаций, как в традиционных финансах. Таким образом, банки добьются того, что денег будет меньше, но их стоимость будет выше. Это способ победить инфляцию, которую они сами же и создали. Кроме этого, интересна формулировка в коде. Exceeds balance. Превышает баланс. То есть, если твой баланс будет превышен, деньги будут сжигаться. К примеру, ЦВЦБ Великобритании будет иметь потолок в 20 тысяч фунтов. Это принуждение тебя к постоянному потреблению и постоянным тратам. Так они решат и проблему стимулирования экономики. Люди не должны копить деньги. Они должны участвовать в экономической жизни. И, наконец, третья функция, тоже очень интересная. Smart Coin Transfer Amount Exceeds Balance. Эта функция позволяет забрать все деньги у конкретного пользователя, клиента, гражданина, сотрудника, короче, у любого человека. Я понимаю эту функцию как рычаг управления и цензуры. Например, в будущем цифровых валют один ютубер слишком хорошо разбирал коррумпированных чиновников. И в один прекрасный день все его деньги взяли и забрали. Возможно, потом их вернут, но с условием закрыть свой рот. Также ты заметил интересную функцию Only Registrar. Она присутствует буквально везде. Что это значит вообще? Это значит, что всеми этими функциями может пользоваться только сам банк. Но на цифровом евро они не остановятся. Посмотри на это. Сосетье Женераль зарегистрировал следующие домены. Евро Коинвертибл, Доллар США Коинвертибл, Великобританский фунт стерлингов Коинвертибл, Японская иена Коинвертибл и Швейцарский франк Коинвертибл. Все знают, что у каждой цифровой валюты разных государств будет набор скрытых функций. Эти функции будут касаться и печати денег, и всего, что касается контроля граждан, и того, сколько эти граждане могут потратить и сколько они тратят уже. Все это приближается. И приближается быстро. Все это уже начинается. Вот оно, то, чего мы ждали. А ты все еще спишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok